Любви между ними нет, но и особой вражды какой-то тоже между ними не наблюдаются. Ну и вот пришло время поговорить о том, почему у арабов плоские крыши и черные бочки на них, а почему у евреев красные двускатные крыши, черепичные и белые бочки. Вот эти дома арабские, которые сейчас слева от нас, и слева сейчас, и справа увидите, два, три, иногда четыре этажа. В таком доме живет одна большая семья. Дело в том, что еще со времен пророка Мухаммеда было принято, чтобы отец строил дом для своего женившегося сына. Не всегда есть возможность купить землю, дом построить, поэтому они вот нашли такой выход. Из создавшейся ситуации они пристраивают родителей над своим домом еще один этаж для женившегося сына. Если один сын появляется, два этажа, если два сына, три этажа, если три сына, то четыре этажа. И вот в таком доме живет одна семья. Рождаемость у арабов очень хорошая, по пять, по шесть детей. То есть можете себе представить, в таком доме сколько человек живет. Человек 25-30. Горячую воду нам греет солнышко. У нас нет центрального горячего водоснабжения. На всех крышах, вот сейчас будем проезжать, внизу дома будут видны. На крышах стоят такие хитрые приспособления, называется солнечный бойлер. Небольшая стеклянная плата под углом, как правило, всегда на юг, там где солнце весь день находится у нас. Вот сейчас как раз будет хорошо видно от слева внизу, возле вот этих вот бочек такие стеклянные платы стоят. Там проходит внутри металлическая трубочка-замеевичок. Идет водопроводная вода и на солнце нагревается. А потом она поступает, эта вода горячая, в стандартную белого цвета бочку, 200-литровую. Она как термос выполнена, то есть там такой теплоизоляционный слой и водичка там температуру свою держит. Не кипяток крутой, но довольно-таки горячая вода. И вот раз в таком доме живет человек 25-30, им этих 200 литров воды горячей на целый день не хватает. И они еще один в нашей выходе из создавшейся ситуации. Они над этой стандартной белой бочкой 200 литров, и еще ставят одну черно-пластиковую, литров на 500. И она и на солнце нагревается, держит температуру, и как водонапорная башня работает. Поэтому едешь по деревне, видишь плоские крыши, черные бочки на них, это первый признак того, что здесь живут арабы. Плоские крыши, это не их изобретение, это еще библиотека.